Идет второй этап летней кампании по трудоустройству подростков в каникулярный период. Чем занимаются школьники, какова реальная оплата их труда, узнала моя коллега Наталья Кислякова. Все подробности в следующем материале. Раиса Гарманова решила подработать на летний период. Сходила в центр занятости, подалась заявление и стала ждать звонка. Самое первое предложение обрадовала. Вожатый в детском танцевальном лагере. Раиса признается, любовь к детям помогла в работе и теперь школьница осталась на вторую смену. Мне сразу было легко, мы нашли общий язык сразу, с первого взгляда. Мне очень понравилось. Как с первой смены, как и со второй сейчас. Очень нравится. Многие друзья, которые работают физическим трудом, они завидуют мне, потому что мне повезло попасть именно сюда. Впрочем, не всем удалось найти подход к детям. Камила Уленицкая не сразу завоевала доверие ребят, но постепенно у нее это получилось. Здесь интересно, во всяком случае. Дети имеют свои какие-то качества и можно даже у них чему-то научиться. У Камилы это первый опыт серьезной работы. Хотя она уже задумывается о том, чтобы связать свою будущую профессию с воспитанием детей. Камила признается, возможность летних подработок может помочь школьникам выбрать близкую сферу деятельности для будущей профессии. Мне кажется, это плюс для детей, потому что они имеют опыт уже хоть какой-либо работы и в дальнейшем это может им пригодиться. То есть не чисто как физический труд, а, например, вот та же работа с детьми. Возможно, от вот этих летних подработок зависит их будущая профессия. Распорядок дня в танцевальном лагере необычный. Ребята занимаются вокалом, пробуют себя в новых танцевальных стилях, сходятся в баттлах постоянно, учатся новому. Уже более трех лет Центр развития и досуга элит ведет сотрудничество с Центром занятости населения. Все начиналось с небольших групп по 48 детей. Тогда в команду школы танцев набрали трех вожатых. Время шло, группы пополнялись. И в этот раз уже 10 активных ребят пришли в дружный коллектив элита. И поделиться знаниями с кем-то, может быть, было бы неплохо. И вдруг бы мы бы так их заинтересовали, что они могли бы быть в дальнейшем какими-то воспитателями, либо работать с детьми, что-то выбрали. То есть почему бы не сделать такой акцент, чтобы найти себе в дальнейшем каких-то помощников. И как-то у нас так все закрутилось, завертелось. В принципе, мы очень хорошо начали находить детей различных, которые у нас сработали и в июне, и в августе. И бывало такое, что некоторые дети вообще несколько лет подряд у нас сработали одни и те же. Для того, чтобы трудоустроиться в свободное от учебы время, необходимо подать заявление в Центр занятости населения, указать приоритетные месяцы работы и оставить контактные данные заявителя и его родителей. В июне у нас в общей сложности приступили к работе 760 несовершеннолетних граждан, которые работали как в бюджетных, так и в небюджетных организациях на территории всего Нинскоавтономного округа. То есть не только город и поселок Искатель, но и муниципальные образования, сельские населенные пункты. Сейчас в июле у нас направлено на временное трудоустройство более 300 человек. Также работают как в бюджетных организациях, так и во внебюджетных организациях. У родителей работающих подростков возникли вопросы и недопонимания по поводу оплаты труда ребят. Внесем ясность. На одного человека выделяется 31 290 рублей. Из них удерживаются налоги, страховые взносы и так далее. В конечном итоге подросток за месяц получает 21 тысячу рублей. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север.